Мы доказали теорему об локировке при помощи так называемого метода отражения. Этот метод, придуман в 1887 году, Андре, так написано почти во всех учебниках. И это неправда. Дело в том, что в 2007 году некий математик дело прочитал первоначальную работу Андрея. И выяснилось, что ничего похожего на метод отражения там не было. А там было совсем другое доказательство. Оно тоже хорошее, тоже интересное, я вам сейчас тоже расскажу. История такая. В какой-то момент придумали метод отражения, и была память о том, что было замечательное доказательство Андрея. Ну а дальше тоже читают оригинальные работы. Методом Андрея это начали называть где-то в 50-е годы 20-го века. Я сейчас расскажу вам штук пять доказательств теоремы об локировке. И каждый раз буду, что-то сказать, фиксировать, как оно будет. Во-первых, напоминаю, что это такое. Если у нас есть система координат, и в ней рассматриваем пути, которые начинаются в начале координат, и дальше идут вот так, да, примерно. Пусть из них будет А шажочков в направлении 1-1. Мы писали, что это голоса за при голосовании, да? И Б шажочков в направлении 1-1. Это были, так сказать, голоса против, да? Так вот, нас интересует количество путей, которые расположены строго выше оси абсцисса. То есть даже уравнивание стращено. Требуется, чтобы в каждый момент, ну, выйдя из начала координат, мы после этого в каждом момент были выше. Сделав А плюс Б шагов, мы оказываемся в точке абсцисса, который это А плюс Б, а ордината, который это А минус Б. Так вот, теорема абаллотировки гласит, вероятность того, что при произвольном наборе, вот этих вот, при произвольной последовательности, если всего известно, что А голосов за и Б голосов против, вероятность, что мы ни разу не оказались на оси или ниже, равна совершенно замечательному числу А минус Б разделить на А плюс Б. Напомню, каким образом мы это доказывали в прошлый раз. Мы говорили, что всего путей, всего путей, число сочетаний из А плюс Б по А, или то же самое число сочетаний из А плюс Б по В, это, естественно, одно и то же, из них надо выбросить плохие пути. Давайте поймем, как мы это делали в прошлый раз. Мы говорили, что вообще-то путь может идти и вниз, и поэтому начинали вот с этой точки, говорили, что пусть первый раз у нас был голос за, считали все пути, которые доходят сюда, это было нехочное сочетание, и вычитали те, которые коснулись или вошли ниже оси абсцисс. Каким образом мы их вычитали? Вот представьте себе, у нас есть какой-то вот такой путь, мы делали простую вещь, подвергали отражению. Что значит подвергали отражению? Вот прямо тут есть, он может быть более сложным, конечно, но впервые оказался на оси абсциссы. Мы делали симметрию и получали путь вот такой. Отлично. А теперь давайте подумаем, а точно ли нам были необходимы те вычисления с числами-сочетаниями. Ведь смотрите, когда мы отразили вот такой вот путь, то мы получили такой путь, согласны? Секунду, а что это такое? Это путь, который первым своим шагом один голос против, согласны? Еще смотрите, есть все пути, которые начинаются здесь и заканчиваются здесь. Совсем все. Среди них есть плохие пути, плохие, когда мы сами пошли сюда, один голос против, значит, все, уже сюда. И есть пути плохие более хитрым образом. Когда мы сначала пошли сюда, но потом оказались на оси абсцисс, и такой путь мы отражаем. Дальше. Войти к пути мы можем уже умножить на два? Конечно. Конечно. Ребята, и оказывается, вот это вычисление с числами сочетания вообще не нужно. Посмотрите, мы выходим из начала картинки. Идем сюда. С какой вероятностью мы идем здесь вверх? Вторая? Нет, какая-то вторая. Извините. У нас всего А голосов за, Б голосов против. А. Вот этот шаг мы делаем с вероятностью АА плюс Б. Да, понятно. А с какой вероятностью мы идем сюда? БА плюс Б. БА плюс Б. А вот теперь, внимание, вот эта штука, это единица минус 2Б разделить на А плюс Б. И это есть доказательство теорема Болтера. Почему 2? А потому что те пути, которые здесь вот пошли вниз, они, что называется, могут быть двояко плохими. Во-первых, это просто пути, которые пошли вниз, но они плохие. А во-вторых, ровно столько же путей, которые пошли сначала вверх, но потом испортились. Поняли? Никакие вычления из числовесочетаний вообще не нужны. Все, заканчивается вот просто здесь. Это, пожалуй, самое простое доказательство теоремы Болтера. Теперь подумаем, есть ли еще какие-то. Есть доказательства методам математической инвинуции. Рассказываю. Давайте я просто зафиксирую. Что значит по индукции? По индукции мне нужно доказать такую формулу. А-Б разделить на А-Б. Давайте подумаем. Если Б равно блю, согласны ли вы, что эта формула правильная? Правда? Да. Если Б равно блю, то, очевидно, все хорошо. Потому что получается ответ А-А, единица. Но если голосов против нет, то вероятность действительно равна единице. Если Б равно А, какая там вторая? Ноль. Почему, когда Б равно А, ответ ноль? А, потому что все равно брынчиками в 5 раз коснемся. Конечно. потому что в конце мы обязательно окажемся в ситуации, когда голоса сравняются. Значит, мы знаем, для каких чисел. Очевидно, для А равно Б и для Б равного 0. Крайние значения Б, абсолютно все понятно. Формула дает правильный ответ. А теперь давайте подумаем, теперь давайте подумаем, что же у нас последним ходом мы либо смотрите, приходим, нам нужно прийти в какую-то там точку с координатами А плюс Б А минус Б. Так вот, последним ходом, если у нас Б больше нуля и меньше чем А, то есть точка не здесь и не в самом верху, да, если точка какая-то промежуточная, мы приходим либо снизу, либо сверху, согласны? Отлично. давайте поймем с какой вероятностью последний ход делается в таком направлении, понятно с какой, с вероятностью Б разделить на А плюс Б. Потому у нас всего А плюс Б голосов, из них Б голосов против, вот это был голос против. Значит, с такой вероятностью последний шажок был такой. Хорошо. а с какой вероятностью последний шаг будет такой? А поделить на б. Замечательно. В нашем пути в любом случае выходит из начала координат и идут, идут, идут. С какой вероятностью путь, который дошел сюда, что называется хороший? С какой вероятностью начало движения здесь мы не спустимся? Это та же самая задача, осталась прежней, а б стала на единицу меньше. То есть это точка с координатами а и б минус 1, а минус б плюс 1. Это соответствует уменьшению б на единицу. Когда мы делаем вот такой шаг, то из всех всевозможных путей именно такой шаг делается с вероятностью б а плюс б. При этом вероятность того, что начав отсюда мы дойдем эту точку без проблем, по формуле, по предположению индукции, это есть а минус б минус 1 делить на а плюс б минус 1. То же самое, когда последний шаг вверх, он происходит с вероятностью а а плюс б. И для предыдущих числа считаем, что формула доказана, значит такое выражение. Что осталось понять? Это очень просто. Надо просто провести бюроическое преобразование. Значит, в знаменателе а плюс б будет. Дальше а плюс б минус 1 тоже будет. И теперь надо просто полностью раскрывать скобки. А минус б вносится, осталось понять, что там остается. А квадрат минус б квадрат, да, это вот это. Минус а плюс б. Это есть а минус б. А плюс б умножить на а плюс б минус 1. Так? И оно сокращается. А плюс б минус 1. И остается а минус б делить на а плюс б. Увидели? Вот так доказывается теорема баллотировки по индукции. Есть еще доказательство Бертрана, который совершенно замечательно эту теорему доказал. А именно, он все-таки был математиком, что называется сильным. И поэтому Бертран, вообще не стану что-то еще писать никакие формулы. А Бертран сказал так. Все пути, которые не пересекают после, то есть, которые положены выше оси абсцисс и которые попадают вот в эту точку, приходят в нее либо так, либо так. Напишите формулу для этих, напишите формулу для этих, у вас все получится. Ну, какое доказательство он имел в виду, не очень понятно. Может быть, одновременно и то, которое по индукции, и то, которое у нас. Идея метода отражения у него точно не было. Продолжение следует...